Решение Андрея Спыну уйти из правительства и партии «Действие и солидарность» было самостоятельным и смелым жестом. Такое мнение высказала депутат от ПАС Инна Кашеру в эфире телеканала ТВР Молдова. По ее словам, недовольство Андреем Спыну в обществе отразилось на имидже правящей партии. Гражданам Республики Молдова требовались разъяснения, поскольку было много вопросов, связанных с ценой на газ, закупкой газа, каков был необходимый объем, почему он был куплен по такой цене. Мы, власти, должны были лучше разъяснять. Так, чтобы люди поняли, что тогда произошло. Люди не все поняли, и отсюда началось недовольство Андреем Спыну и вся демонизация в публичном пространстве. Мы видели его антирейтинг, и, конечно, это отражается на имидже партии. Кашеру также отметила, что с уходом Спыну имидж партии только улучшится, подразумевая, что это было необходимо, особенно перед парламентскими выборами. Декларация Кашеру говорит о том, что в ПАС осознали проблему, но не извлекли правильных выводов. Признавая антирейтинг Спыну, его поступок она называет смелым. При этом общество так и не получает ответов на вопросы, которые были связаны с его фигурой. А Майя Санду более того поблагодарила за работу человека с такой скандальной репутацией. Я уважаю решение Андрея Спыну и благодарю его за весь вклад, начиная со всех тех изменений, которые он инициировал в энергетическом секторе, и за то, что Молдова избавилась от энергетического шантажа. Речь идет о программе «Европейское село» и многих программах и проектах, в результате которых были отремонтированы или построены важные участки дорог. Таким образом, Санду продолжает хвалить Спыну именно за то, в чем его обвиняет оппозиция и независимые эксперты. Вся страна до сих пор переплачивает за дорогой газ, купленный по решению Спыну. А Санду его за это благодарит. Председатель партии «Действия и солидарность» Игорь Гроссу поблагодарил Спыну за все, что он сделал, как внутри партии, так и в правительстве. «В правительстве вам приходилось принимать трудные решения, и вы не уклонялись от ответственности за них», – написал Фейсбук председатель парламента. Андрея Спыну неоднократно хвалило высшее руководство страны, отмечая, что выдвинутые против него обвинения несправедливы. Например, обвинения о том, что тендеры в энергетической сфере были сфальсифицированы. Игорь Гроссу заявил, что его коллега – порядочный человек, потому что он продемонстрировал свой талант в бизнесе. Гроссу защищал министра инфраструктуры, и после того, как его спросили, была ли у Андрея Спыну какая-либо договоренность с представителями компании «Лагардер» о том, чтобы именно они выиграли тендеры в аэропорту, судя по информации, которая существует в публичном пространстве. Внимание общественности привлек и принадлежащий Спыну дом стоимостью почти 400 тысяч евро. Однако Майя Сандо заявила, что свое состояние он заработал законным путем. Я бы хотела, чтобы больше таких молодых людей, как он, могли честно работать и зарабатывать так же много, как он. Я очень хочу иметь такое общество, где наша молодежь подготовлена, способна иметь предпринимательский дух, как у Андрея, который честно заработал это состояние. И я думаю, что мы должны радоваться. Я думаю, что мы интересны Букурем. Произошло это в 2022 году, когда по инициативе Андрея Спыну Энергоком осуществил закупки по 1200 долларов за 1000 кубометров газа. Что касается несостоявшихся тендеров на аренду коммерческих помещений в аэропорту, то, по мнению ряда политиков, условия аукциона были составлены специально под компанию «Лагардера». За незаконными действиями стоит министр инфраструктуры Андрей Спыну, в чьих интересах он и действовал. Все обвинения Спыну отверг. Строительство дороги Леова-Бумпета, считающейся самой дорогой в истории, также вызвало споры относительно инфраструктурных проектов во время правления Андрея Спыну. Внимание общественности привлекли 19 остановок, установленные на республиканских дорогах, о которых пресса написала, что цена одной остановки достигает 200 тысяч леев. После критики со стороны общества Андрей Спыну опроверг эту информацию и пояснил, что каждый павильон стоит примерно 62 тысячи леев, а на 19 остановок в общей сложности было потрачено свыше миллиона леев. Сообщалось также, что Андрей Спыну был спонсором партии действий «Солидарность». В период предвыборной кампании президентских выборов он отсутствовал на заседаниях правительства, проводя кампанию в поддержку референдума и кандидатуры Майи Санду на пост главы государства.